Этим летом на вашей консоли Ледяная глыба Стив Остин Бекки Линч Грабовщик Сержант Слоттер И Андре Гигант World of Tanks SummerSlam Игра бесплатна Приветствую охотников за трофеями И нет я не тронулся умом Из-за чего выпускаю топ сложных платин за 19 год В середине 20 Все дело в вас мои зрители Вы постоянно просите меня сделать подборку Самых сложных платин за все время Но я искренне не понимаю зачем Неужели вам до сих пор интересно Уже в который раз слушать про одни и те же игры Elder Scrolls Online Super Meat Boy Outlast 2 Wolfenstein 2 Crypt of the Necrodancer Trials Fusion Skyforge И прочие Эти позиции в топах хардкора не меняются годами Про них все знают и мне уже просто наскучило о них говорить На мой взгляд гораздо интереснее разобрать относительно свежие сложные платины в рамках одного года Ежегодно выходит огромное количество игр и в этом информационном потоке уследить за всеми попросту невозможно А ведь среди них зачастую попадаются очень интересные и конечно же хардкорные экземпляры Я уже делал такую же подборку за 2018 год и она судя по просмотрам и лайкам вам зашла Самое время наверстать упущенное и сделать аналогичное видео за 2019 год И как всегда стоит вам только набрать 2000 лайков под этим роликом и я сразу же сяду за создание следующей подборки с игровыми ачивками У меня уже есть парочка очень крутых идей которые должны вам понравиться Но если вам например захочется увидеть такой же топ по крутым играм с самыми легкими платинами Пишите в комментах Я изучил абсолютно все игры вышедшие на PS4 в прошлом году и точно смогу вам что-нибудь посоветовать Меня зовут Алекс, вы на канале Fan Games и это топ 10 хардкорных плагин 2019 года Экшен-адвенчура у третьего лица Judgment является спин-оффом серии Yakuza И если вы брали 100% хотя бы в одной части Yakuza вы знаете что трофеи в этих играх скорее не хардкорные, а максимально душные Несколько прохождений на разных сложностях и в разных режимах, куча ситуативных и пропускаемых ачивок Изучение всех навыков, собираловки и конечно же отбитые японские мини-игры в которых черт ногу сломит И разумеется Judgment не стало исключением Вас ждет два полных прохождения, потому что для трофея Detective of Legend игру необходимо пройти на легендарной сложности Которая в свою очередь откроется после первого прохождения на любой другой сложности Но легенду можно пробежать в режиме NG+, поэтому данный трофей проблемой не станет Нас же интересует завершение игры на 100% Ну вы поняли, нудятина с завершением абсолютно всех заданий и прочих активностей Но среди всей этой нудятины внезапным хардкором станут два задания магазина Каморуго Во-первых, тетрисовидная игра Puyo-Puyo, в которой вам необходимо победить 10 противников подряд То есть выиграть за раз примерно 25-35 игр Не ведитесь на милый визуальный стиль, это станет настоящим челленджем Даже если использовать абуз с заполнением трех столбцов, на выполнение этого задания может уйти более 10 часов тщетных попыток Во-вторых, гонки на дронах, в которых потребуется выиграть абсолютно все заезды, точнее залеты Что потребует от вас еще с десяток часов тренировок, чтобы ваши полеты выглядели именно так, а не вот так World War Z это кооперативный шутер от третьего лица про истребление зомби Короче, смесь одноименного фильма и игры Left 4 Dead Думаю, и так всем понятно, что игра на любителя, но любителям скорее всего очень даже зайдет Здесь сложность платины обусловлена самым банальным фактором, сложностью игры Для одного из трофеев вам необходимо пройти все эпизоды игры на высочайшей сложности, либо на безумии, либо на экстриме И даже не пытайтесь проходить в соло, иначе сложность сразу же поднимется до 10 баллов Здесь вам понадобится адекватная команда с голосовым чатом и слаженными действиями Конечно, вполне реально пройти и с рандомами, но будьте готовы к десяткам и сотням смертей Крайне рекомендуется первое прохождение сделать на более низкой сложности, чтобы ознакомиться с механиками игры и построением уровней А потом уже найти трех верных товарищей, например на нашем дискорд сервере и проходить на безумии За два прохождения все накопительные трофеи по типу убить 10 тысяч зомби вы наверняка возьмете, но вот проблема Даже после получения трофеев за сложность, вам понадобится еще не один десяток часов тупого гринда, чтобы выкачать все пвп и пве скиллы Кэтрин фуллбадди это весьма своеобразная игра, в которой главный герой Винсент оказывается на поле боя любовного фронта Метаясь между двумя огнями с именем Кэтрин Одна его давняя девушка, требующая серьезных отношений и брака А вторая молоденькая любовница, которую он склеил в баре Или она его склеила, но это не важно, потому что Кэтрин фуллбадди это прежде всего головоломка И несмотря на мультяшную историю про главного героя раздолбая, геймплей расслабиться не даст Для трофея Эта Эльдорадо вам необходимо заработать золотые кубки за каждый уровень, в каждом режиме игры, на каждой сложности Иными словами, сделать 6 прохождений и при этом получить 6 разных концовок Кроме того, вы должны завершить режим Рапунцель, то есть плейлист из 128 головоломок, попутно собирая коллекционки Но даже если вы где-то застрянете, все вышеназванное можно сделать по видеопрохождениям на ютубе В общем, ничего сложного, до тех пор, пока вы не доберетесь до режима Вавилон Здесь уровни более сложные и комплексные, чем в обычном прохождении на харде И что самое главное, генерируются они рандомно А значит, в этом случае, видосы на ютубе вам мало чем помогут, останется только надеяться на себя Секира стала моей самой любимой игрой прошлого года Хардкорный экшен от мастеров жанра From Software переосмыслил механики Dark Souls и предоставил нам абсолютно новый геймплей Сам бы я оценил Секира на твердую семерку по сложности, но обычно ей дают больше Вспоминаю эти отзывы в первые дни выхода игры, когда весь интернет взвыл и просил разработчиков добавить более низкий уровень сложности Когда люди, завершившие всю серию соулс, не смогли пройти в Секира дальше первого босса Да что там говорить, я и сам поначалу офигел, потому что пытался играть в Секира, как в Бладборн Постоянно перекатываясь в поисках окна для удара Но все сразу встало на свои места, стоило лишь принять правила игры и освоить механику парирования И как вы понимаете, вся сложность платины здесь заключается только в сложности механики самой игры Разумеется, есть и подводные камни, например, вам в правильной последовательности необходимо выполнить условия для четырех концовок Убить всех боссов на одном сейв файле, что невозможно сделать за одно прохождение Ну и собрать все коллекционки, многие из которых тоже легко пропустить А узнать, как во всем этом не запутаться, вы можете из моей серии гайдов, где я взял все четыре концовки и платину за два с небольшим прохождения Но даже эти видосы не смогут выпрямить ваши руки на должное для сражения с боссами уровень А ведь некоторые из них имеют по три и даже четыре фазы, на каждой из которых вы сможете откинуться за пару секунд, если не успеете вовремя среагировать на атаку босса Но зато если все сделать четко и по таймингам, вы получите одну из самых крутых и отлаженных боевок на мечах среди всех игр В апреле 2019 года вышло сразу два симулятора бильярда, Snooker Nation Championship и Snooker 19, и я не рекомендую вам их путать Потому что первый сим это изи плашка на пару часов, а второй отнимет у вас около сотни часов и потребует изрядного скилла и везения Snooker 19 позиционирует себя как самый реалистичный симулятор бильярда из всех ныне существующих, с настоящей физикой и продвинутым искусственным интеллектом Только эти два показателя уже должны настроить вас на то, что легко здесь не будет Добавим к этому онлайн трофеи за победу над противниками людьми и получим хардкор Вам необходимо оформить 100 побед в онлайн сражениях в быстрых матчах, 50 побед в онлайн сражениях на турнирах А также установить рекорды в мировом и ранговом чемпионатах за самое большое количество побед Пойду лучше в симулятор козла поиграю Не удивляйтесь, PoE действительно уже довольно старая игра, на ПК она вышла еще в октябре 13-го, а вот до плойки добралась только в прошлом году Path of Exile это очень качественный и разнообразный Diabloid, который многие игроки любят даже больше чем Diablo 3 Игра проделала огромный путь с даты релиза и сейчас может предложить геймерам внушительное количество контента Спасибо ПК боярам за бета-тест С одной стороны это хорошо, а с другой весь этот контент вам придется открыть для получения платины И еще один немаловажный момент, PoE это фри-то-плей игра, а это значит, что вас ждут либо донат, либо сотни часов гринда Хотя некоторые игроки утверждают, что без доната платину взять вообще нереально За продолжительность платины отвечает в первую очередь трофей Atlas of the Worlds Вам необходимо открыть все 159 карт на Атласе мира, которые подразделяются на три категории Белые, желтые и красные в зависимости от сложности условий для их открытия Иными словами, вам придется проходить десятки заданий, убивать сотни боссов и находить тысячи предметов Что же касается сложности, то на эндгейме этого добра хватает Взять хотя бы трофей Sacrifice of the Val за убийство босса Адзири в Манящей Бездне или как ее еще называют Uber Адзири Мало того, что Uber Адзири гораздо сложнее своей обычной версии, но и для доступа к ней тоже придется запариться Во-первых, вам нужно выбить с рандомным шансом 4 фрагмента из обычной версии босса, ну или купить на рынке, если повезет Во-вторых, открыть портал в Бездну и пройти саму локацию, наполненную как рядовыми противниками с морем здоровья, так и боссами Ну и наконец, завалить саму Адзири, если хватит сил Трофей, кстати, получили меньше 1% игроков Все трофеи в Crash Team Racing Nitro Fueled можно получить за 30 или даже за 20 часов, если вы по умолчанию очень хороши в этой игре В реальности же, все ваши неудачные попытки проходить игру на харде и выполнять испытания на время могут растянуть получение трофеев и на полсотни часов Для платины, скорее всего, игру придется пройти дважды, не считая десятков перепрохождений отдельных трасс Сначала на легком уровне сложности завершить игру на 100%, пройдя все испытания и собрав все коллекционные предметы Потом на высокой сложности останется только пройти все основные трассы, но не думайте, что это так легко, и не думайте, что это будет ваш финальный челлендж Забьете на платину вы, скорее всего, из-за трофеев на Time Trial, то есть испытания на время Особенно трофей Gasmoxian Slug за победу над Nitros Oxid в режиме Time Trial Для этого вы должны в идеале овладеть рядом техник Прежде всего, Drift, который вы должны использовать постоянно и по таймингам нажимать L1, чтобы получать ускорение Далее, Super Boost, для его активации необходимо наезжать на зеленые полоски на трассе, предварительно получив ускорение от дрифта Довольно сложной может показаться U-Turn техника, позволяющая заходить в резкие повороты без потери ускорения И, наконец, Air Brake U-Turn техника, то же самое, только в воздухе А для победы над Nitros Oxid все вышеперечисленное вы должны выполнять идеально Потому что сам противник всегда ездит по лучшей траектории, использует все срезы и никогда не теряет супер буст Кстати, часть футажей для этой части видео я легально украл у моего коллеги Bombshell Очень рекомендую заценить его гайд по платине в Crash Team Racing, ну и другие видосы тоже Trials Rising Платину в этой игре фанаты единогласно признают более легкой по сравнению с предыдущей частью серии Trials Fusion Если кто не в курсе, сложность платины в Trials Fusion все известные мне порталы для трофехантеров оценивают в 10 из 10 И тем не менее, Trials Rising удалось добраться аж до третьего места в топе Говоря о платине в этой игре, в первую очередь нужно обратить внимание скорее не на отдельные трофеи, а на физику игры в целом Которая одновременно близка и очень далека от реальности, ее не нужно понимать, ее нужно принять и смириться Вполне предсказуемыми являются трофеи «Золотой герой» и «Золотой умерец» за получение золотых медалей на всех трассах в режиме карьеры и игры на умения Они, скорее всего, станут одними из последних перед платиной, невозможно описать словами, насколько это сложно Готовьтесь к расшатанной нервной системе и закупайте новые геймпады на всякий случай, вас ожидает огромное количество неудачных попыток Есть и парочка очень любопытных ачивок, например, Inferno на заднем колесе Необходимо 10 секунд простоять на крыше биотуалета на трассе Inferno 5 Звучит легко, но вы попробуйте зафиксироваться хотя бы на пару секунд Потом доставайте совок, сметайте остатки разбитого в стену геймпада и распаковывайте новый А лучше сразу два, потому что они пригодятся вам для трофея двое лучше, чем один Вам необходимо пройти трассу Stonehenge на мотоцикле Tandem без ошибок Tandem это новый игровой режим в локальном кооперативе, в котором мотоциклом управляют одновременно два игрока При этом от каждого зависит 50% мощности и равновесия Уверен, вы сами сможете додумать миллион забавных и не очень ситуаций во время выбивания этой ачивки с другом Всем фанатам Супер Мидбоя посвящается Новый хардкорный платформер The End is Naik Я долго думал, какую игру поставить на первое место Бороздил просторы интернета в поисках отзывов и оценок И почти до самого конца был уверен, что поставлю The End is Naik на первое место Но к сожалению, мне удалось найти слишком мало информации о трофеях в игре, чтобы с уверенностью назвать ее самой хардкорной платиной года Не хочу дезинформировать своих зрителей, но все же имейте ввиду, что если первое место в топе вас не впечатлит, можете с легкостью отдать лидерство этой игре Если вы играли в тот же Супер Мидбой или игры серии I Wanna Be, вы должны понимать, что в подобных проектах хардкор это основа геймплея Весь левел дизайн, враги, ловушки, платформинг, все заточено на то, чтобы вас убивать Даже при обычном прохождении игры, не глядя на трофеи, вас ждут сотни, а возможно даже и тысячи смертей Что очень примечательно, ведь для получения трофея Undying вы должны пройти игру, умерев не более 200 раз Но не переживайте, это достижение вы скорее всего получите, когда будете тренировать спидран Да, в The End is Naik есть спидрановый трофей, за прохождение игры меньше, чем за полтора часа Мировой рекорд скоростного прохождения в категории Any% сейчас в районе 30 минут Но даже не думайте равняться на этот результат, такие спидраны оттачиваются годами А на первом месте сегодня, то ли к сожалению, то ли к счастью, очень предсказуемая игра 8,6 баллов сложности на стратеге, твердые десятки на зарубежных источниках Но при этом твердые восьмерки от фанатов, сделавших комплит во всех играх серии Разброс в оценках, конечно, огромный, я же, закрыв глаза и скрипя сердце, поставлю игре 9,1 балла И давайте разбираться Хотя тут и разбираться нечего, игру необходимо пройти 6 раз на всех уровнях сложности Самая легкая сложность – человек, пройдет даже младенец Сложность – адский охотник У врагов в 2 раза увеличены показатели урона и здоровья Сын – спарды Урон и здоровье врагов увеличены в 4 раза Появляются новые враги Данте умрет Урон и здоровье врагов увеличены в 8 раз Ад и еще раз ад Вы умираете с одного удара, чекпоинты недоступны, вы можете возродиться не более трех раз за миссию Здоровье и урон противников увеличены в 4 раза, как на сложности сын спарды Ну и наконец фановый режим рай и ад С первого удара умирает вообще все, и вы, и ваши противники, включая боссов А теперь самое вкусное – на всех уровнях сложности, кроме рай и ад, вы должны завершить абсолютно все миссии на S ранг То есть выполнять немыслимо долгие комбо, используя все возможные связки оружия и приемов, при этом получая как можно меньше урона На сложности ад и ад получение ранга S на некоторых миссиях станет доступно только если вы вообще не пропустите ни одного удара за всю миссию Не знаю плачет ли дьявол, но игроки, идущие на платину, плачут точно И это были самые хардкорные платины 2019 года, но если вы хотите еще больше информации об интересных и сложных трофеях Можете, например, заценить мое видео с подборки сумасшедших достижений в играх или десятку долгих платин на PS4, а также глянуть другие видео на канале А еще у меня есть к вам предложение, многие из моих зрителей знают, что у меня есть второй канал для стримов И пока я делал это видео, я подумал, почему бы мне не постримить какую-нибудь из игр текущей подборки Чтобы проверить, действительно ли они так сложны, как о них говорят А вот какую именно игру мы будем проверять, предлагаю выбрать вам А чтобы было интереснее, выбирать будем из трех самых сложных Trials Rising, The End is Night и Devil May Cry 5 Пишите в комментах название одной из этих трех игр, в которую, по вашему мнению, мне стоит поиграть на стримах А через пару недель я подсчитаю ваши комменты и запланирую стрим по игре, за которую будет больше всего голосов Кстати, огромное спасибо нашим спонсорам, именно эти ребята помогают мне покупать новые игры Чтобы я мог делать качественные и своевременные гайды по получению платины для вас А если вы хотите помочь мне купить хардкорную игру для стрима, вы тоже можете оформить спонсорство Помимо безграничной благодарности и упоминания в конце видео, вы можете еще получить ранний доступ к гайдам А также доступ в закрытый раздел на нашем дискорде, где я отвечаю на все ваши вопросы До встречи! Good Hunter Продолжение следует...